Я наступил прямо на мину правой ноги. Взрыв поднял меня на высоту, когда я упал на землю. Почувствовал, как сломались мои кости. Кость ноги торчала наружу. Я посмотрел на настоящее рядом дерево, оно было в крови. Все еще брызгало на дерево. Это была кровь моей ноги. Через 5-10 секунд на меня посыпался песок, поднятый в воздух от взрыва. Была веревка, которую мы сбросили с горы вниз. По ней мы должны были забраться обратно один за другим, если будет необходимо. Наверху она была привязана к дереву. Мне суждено было ее воспользоваться. С начала военных действий ровно 44 дня я участвовал в войне. На день до победы я подорвался на мине в Гальбаджаре. Талышкент, Суговушан, Мадагиз, Ахдаря, гора Ахуджур на высоте 1047 метров. Там у нас были тяжелые бои. Три раза мы попадали в окружение. Не такое, какое вы думаете. Конкретно. Невозможно было поднять голову. Земля убегала у нас из-под ног. Свист пулей, крики со всех сторон. Кажется, как во сне вся эта сцена. Это какое-то чудо, что я сижу здесь. Впереди послышались голоса. Это была вражеская сторона. Мы знали, что это армяне. Стали стрелять. Нам оттуда стали кричать. Не стреляйте, разведка. Не стреляйте, мы свои. Командир приказал прекратить огонь. Мы перестали стрелять. Ждем. Передний эшелон стал выдвигаться к нашей разведке. Разговаривали на нашем языке. Мы увидели, как впереди открылась ПК. Обманули нас. Это был армянский спецназ. Они разговаривали на нашем языке. На нашем языке кричали. Мы разведка, не стреляйте. Здесь армяне. Мы ждем. Идите сюда. Была такая речь, как будто их прямо наше разговаривает. Там стал шихидом. Наш командир стал шихидом. Моя товарищи. Эти мгновения надо пережить. Невозможно объяснить словами. Этот шум. Крик и стрельба до сих пор не отличный. И в основном, когда я остаюсь, азнешний. Крик и стрельба. И крики своих раненых товарищей. Представьте, погибает твой друг, а ты лежишь и не можешь ему ничем помочь. Если ты поднимешь голову, то и тебя настигнет пыль. Под головой пролетало 50-60 тысяч пыль. Поэтому я говорю, что это чудо. Я сижу здесь. Мы были в таком местоположении, что туда невозможно было прийти подкрепление. Мы 3-4 дня без еды, уставшие, без воды продвигались вперед. Пытались ягодами, листьями, травами. Командир проверял, что мы едим. Ядовиты ли они. Мы подошли к реке, воду набрали в чашки. Было начало октября, еще дождей. Снега не было, светило солнце. Набрали в целлофановый мешок воды и солнечными ночами. Грели эту воду, лучшую солнцу. Мы убивали микробы в воде. После очистки воды каждый выпивал поглотку из крышки. Крышка заменяла нам стакан. У всех была сверху крышку, держали ее в кармане, чтобы не потерять. В Суговшане были тяжелые бои. Мы наступали, было много убитых мною врагов. Чет трупом я потерял. Если даже знал наш язык или нет, достаточно было поднять белый флаг. Нервали майку, привязывали к палке или к автомату и поднимали вверх. Набрали их в окружение, отбирали. Все, что на них есть, сажали на колени и они сдавались. Больше всего они были по щаде. Руки за голову ложились на землю лицом вниз. В таком положении мы их брали. Мы их убили. За час до того, как я подорвался на мини, признавшись на очень интересная сцена. Мы около 40 дней не купались. Были в лесных горных условиях, где даже еды, питьевой воды не было. У меня в сумке была бутылка с водой. У меня только две крышки были из нее. Утром с 9-го числа объявили о прекращении огня. Я открыл бутылку, сел на спальный мешок. У нас у всех был кусок шерстяной материи. Мы его клали в ботинок. Я снял ботинки и немного отпил водой. Оставшиеся бутылки водой помыл ноги. В 40 дней мы не снимали ботинки с ног. Последний раз вы помыли обе ноги. После 40 дней я помыл обе ноги. Я же не знал, что я через полчаса подорвался на мини. Как было, я вам так рассказываю. У меня в сумке был йод, вата. Не знаю, зачем я это сделал. До сих пор не могу понять, зачем. Я никогда этого не делал. Надел новые носки, затем ботинки. Вооружился. Мы вырвали окоп и сидели в нем. Это было уже в Кальбаджаре находились. Мы напротив их смеи. Они еще были там, освобождали район. Улицы, переулки, между домами были заменированы. Перед окопом был парень. Я решил пойти взять его и поставить перед собой возле окопа. Чтобы было удобнее стрелять, Была тишина, шел дождь. Я пошел за ним. Мы оттуда два раза ночью проходили. Я сам раз десять проходил через место, где я наступил на мину. Не знаю, может, шел дождь, земля смягчилась, и мина поднялась на поверхность. Я наступил правой ногой прямо на мину. Взрыв поднял меня вверх. Это все продлилось где-то две секунды. Потом я упал на землю. Что тогда почувствовали? В тот момент я не чувствовал боли. В тот момент я ничего не почувствовал. Боли ничего не почувствовал. Просто этот взрыв, взлет, шум в ушах. После этих двух секунд, когда я упал на землю, почувствовал, что у меня сломаны кости. Кость ноги торчала наружу. Я не смотрел в ту сторону. Только посмотрел на рядом стоящее дерево. Оно было в крови, и кровь все еще брызгала на дерево. Это была кровь моей ноги. Через пять-десять секунд на меня посыпался песок, поднятый вверх от зверя. Я опомнился сразу с кармана, бронежилета взял шприц с морфием. Иглу я воткнул в ногу и даже не вынул иглу. Она так и торчала там. Не знаю, от стресса или от чего. Смотреть в ту сторону я не мог. Эффект от лекарства у меня быстро прошел. Кровь вытекала в течение 20 минут. Действие лекарства прошло. Все подоспели ко мне, и друзья, и боевые товарищи, и командир. Наложили жгут, зажали. Это не насилок, ни дороги, ни машины. Не знаю, письмо было. Это фонд Асанхидмят. Это фонд Асанхидмят. Да, я узнал об этом, когда уже сюда приехал, что есть такой фонд. Девочка восьми лет послала письмо солдатам, и оно к нам в руки попало. В нем было написано «Мои дяди, солдаты, я горжусь вами». Я очень хочу, чтобы вы все вернулись домой живые и здоровые. «Мой дядя два дня тому назад вернулся, но только как шишит. Я хочу, чтобы вы отомстили за моего дядю». Это писала маленькая девочка. Письмо было очень трогательное, мы притихли у всех, пересохло в горле. Меня ровно полтора часа не останавливалось поднимая ногу. На чем вас несли? На двух бушлатах, перевязанных рукавами. Насилок же не было. Все эти полтора часа они ни разу не положили меня на землю. Нога свисает, невыносимая боль. Еще они задевают ногу, передвигаясь, цепляясь руками за деревьями. Я лежу на бушлате. Я по этой дороге раненых поднимал, шахидов поднимал сам. Сколько раз. К тому Бог свидетелей говорил своим боевым товарищам, чтобы они оставили меня. Я видел, как им тяжело, с каким трудом они меня поднимают. Многие из них вернулись домой. Я знал это. Я ведь сам тоже поднимал шахидов. Знал, что это очень трудная дорога. Была веревка, которую мы сбросили вниз. По ней мы должны были забраться один за другим, если будет необходимо. Наверху она была привязана. к дереву. Суждено было ею воспользоваться. На фталане мне сделали операцию, домашним ничего. И сказали, брат остался со мной. Утром рано меня отправили в Баку, бакинский госпиталь. С госпиталя, выйдя из реанимации, я позвонил домой. На лице у меня была кислородная маска. Если я ее снимал, я сразу терял сознание. Я потерял много крови. Мне перелили пять банок крови, и все равно. Я сказал брату, чтобы он все дома рассказал. Лучше тебе все сказать, чем они узнают от кого-то. Все равно все уже узнают. Брат поехал за мамой на работу, перед этим он позвонил, сказал, что наедет за ней. Домой приехал, постепенно ей все рассказал. Мама уже три-четыре дня назад почувствовала, что что-то случилось. В доме уже собрали все родственники, дяди, тети. Они как увидели маму, так сразу поняли, что мама уже все знает. Мама целый час плакала, не останавливаясь. Это все мне потом рассказали. Вы знаете, что во главе этого всего лежит любовь к родине. Мы пошли воевать за свои земли, и на эти земли я ступил первый после тридцати лет. И мои боевые товарищи. Ступить на эту землю, взять и понюхать ее, это непередаваемое чувство. Я привез эту землю домой, горстку земли, мешочки. Я держал ее в кармане. В госпитале я передал ее брату. Редактор субтитров А.Семкин